Тогда, можно сказать, от меня отвернулись все. И жена сразу же сказала, ты спишь в другой комнате. Это называется полноценный шанс? Вообще не пересматривал. А как же, не знаю, проанализировать? Ну, я и так все помню. Тебя, Кафанов, и Бердуев звали в Рубин или нет? Со мной связался человек, это мой нынешний агент, Гильермия. Но тут никаких обид не может быть. Всегда казалось, что Ижевск, ну, такой максимально город пацанов. Да люки везде, и в Москве воруют. Можешь сравнить, пожалуйста, Бердуева и Семина? Конечно, знаю, но это его проблема, рад он или не рад. Я сделал определенные выводы. Сегодня тебя на руках носят, а завтра будут говорить все, какой ты плохой. Это ни для кого не секрет. Лучше все равно молчать. Понимали? Друзья, новый выпуск Локоликс, новый гость Никита Медведев. Никит. Спасибо за разговор. Добрый вечер. Добрый. Никит, первый вопрос. Мы сейчас на сборе в Сочи. Друзья, понятно, что вы это интервью чуть-чуть в записи посмотрите спустя небольшое время. Будучи в Сочи, ты грустишь? Потому что у тебя дочки, да, без буквально трех недель, полтора года. Жена молодая и красивая. А у тебя тут сбор походу сезонный? Ну, конечно, когда сборы, ну, очень по семье скучаешь. Особенно, когда зимние и летние сборы, они проходят, в принципе, не так быстро. Ну, сюда мы выехали всего на пять дней, в принципе, это время быстро прошло. Ну, и, конечно, ну, здесь на этом поле гораздо лучше тренироваться, чем в Москве. В Москве плохая погода, здесь получаешь гораздо больше удовольствия от тренировок. Ну, всегда скучаешь по семье, когда дочке исполнится полтора года, я буду дома, так что ничего страшного. Как скучаешь? Как, что помогает тебе не так сильно скучать? Созваниваешь? Ну, конечно, всегда созваниваемся, по видеосвязи созваниваемся. Дочка очень радуется, берет телефон, обнимает, тем более она с каждым днем растет. Вот, жена тоже очень скучает. Жена вообще такой человек, что она ко мне очень сильно привязана, так же, как я к ней. Вот, ну, это наша профессия, что тут говорить. Дочке полтора года, это что за возраст? Она уже говорит мама, папа? Мама, папа говорит обязательно. Она начала говорить мама, папа. Ну, было приятно, да, но вот сейчас она уже говорит осознанно, сейчас уже приятно, когда она внятно говорит папа, внятно говорит мама. И именно она это говорит, когда зачем-то к тебе обращается, либо ищет тебя. А не просто звук. Да, а не просто какие-то звуки издает. Вот, сейчас, конечно, от этого, да, удовольствие получаешь. Да, она очень быстро взрослеет, и нужно от каждого дня получать удовольствие, потому что она будет все больше и больше становиться, и она никогда не будет такой маленькой. Вот, а я думаю, это самые прекрасные годы, когда ребенок вот совсем-совсем еще маленький. Хотя, хотя многие уже говорят, что домой приходят, допустим, плановый осмотр врачей, и все спрашивают, вам два года, сколько, два с половиной. Ну, видимо, чуть-чуть быстрее развивается, хотя, в принципе, мы с женой никуда не торопим, пускай идет своим чередом. Вот она у нас умничка, мы ее очень любим. Слушай, я сам не отец, но у меня друг недавно стал отцом. Он говорит, что первые полтора года, первые два года – это просто самый настоящий ад. Что он до сих пор не может привыкнуть к этой изменившейся жизни. Что ребенок, не знаю, постоянно какает, писает, что-то требует, орет, что... Ну, не знаю, он, так выражаясь на основе, вскрывается просто. То есть он ждет, наоборот, следующих лет, когда уже, знаешь, диалог можно будет какой-то создать. Да, жене было тяжело, особенно первые три месяца, когда ты на сборах и постоянно у тебя тренировки, игры, выезда. Одно исправляться было очень тяжело. Одно дело, конечно, когда родные, близкие есть рядом, все живут в одном городе и всегда есть от них помощь. А так как в Москве у нас родных и близких нет, родители у нас живут в разных городах, вот, мы решили взять няню, чтобы помогала именно няня. Ну, а ты сам ночью просыпаешься или жена встает? Когда после рождения Евы я вообще спал в другой комнате, жена сразу же сказала, ты спишь в другой комнате, потому что у тебя утром тренировка. Спорить не стал? Нет, конечно, не стал, но я же понимаю, что это моя работа, что я должен прийти на тренировку, я должен быть полон сил, вот. Ну, нет, я, в принципе, я помогал. До того, пока ребенок не уснет, я спать не ложился, ну, потому что я тоже понимался, что жена за весь день очень устала. Какой у нее досуг? То есть что нас смотрят, ну, не знаю, мультики, какие-то, не знаю, YouTube-каналы? А мультики мы не показывали вообще до недавнего времени, потому что боялись, что может быть проблемы со зрением. Ну, сейчас тоже мультики разрешить смотрят? Да, да, с недавнего времени я стал сам включать мультики понемногу, по полчаса где-то в день. Ну, самый, самый для меня, я включаю, я «Союзмультфильм», я их включаю. Ну, «Союзмультфильм» это что, в первую очередь? Ну, для меня самый лучший мультик, который я сейчас с удовольствием буду смотреть с ребенком, это «Ну, погоди». Ну, им, наверное, уже не нравится, цвета они такие яркие, да? Ну, не сказать, почему не нравится, мне же он нравился в детстве. Им не нравился? Вот. А дочка, небось, Машу и Медведь больше любят. В одном из наших разговоров ты как-то заметил, что Маша отрицательный персонаж. Да. Расскажи подробнее, почему. Ну, она издевается над Медведем, я когда первый раз посмотрел, я очень за Медведя переживал. Мы с женой вместе очень переживали за Медведя. Вы же с Наташей познакомились еще в Ижевске? Да. При каких обстоятельствах? Ну, так же, как это не звучало банально, в интернете познакомились, я пригласил ее в кино. В кино встретились и начали встречаться вот уже пять лет. Даже не пять, а шесть. Шесть лет мы знакомы, вот. Замужем уже женаты и замужем второй год. А сейчас как часто удается выбираться так? В кино, в клубы? Ну, в принципе, нам обоим там неинтересно. В Москве были в клубе всего два раза. Это один раз после дня рождения у жены. Сидели в ресторане, все покушали, отметили вдвоем. Ну, и как-то приняли решение, ну, можно съездить в клуб, посмотреть, что за московские клубы вообще. Ну, приехали в один из московских клубов, сели за стол, в принципе, чуть-чуть потанцевали. Ну, максимум мы были там час. Потом я посмотрел на жену, говорю, ну что, поедем домой? Она говорит, да. И второй раз были по приглашению на день рождения, и все. Ты единственный футболист в премьер-лиге из Ижевской? Нет, Рома Тугарев. Рома Тугарев? А Гриша Морозов из Динамо. Просто мне как-то казалось, что Ижевск, ну, вообще не футбольный город. Ну, вот прям в Ижевске, я не знаю, можно пойти на завод работать. Их-то много, да? Город вообще промышленный же. Ну, заводы, да, есть. Завод Калашников. А потом мотоциклы раньше, ружья собирали. Много-много заводов, да. В принципе, город строился, изначально это строился завод. Просто потом... Разросся. Разросся, да, уже город. В принципе, это город-завод изначально был. Ну, мне кажется, не идеальное место для того, чтобы стать футболистом. Ну, если вот посмотреть, вот даже сегодня играла сборная России, да, с Казахстаном. И взять любого футболиста вообще из сборной и спросить, из какого города. И любого футболиста вообще премьер-лиги спросить, из каких городов. Ну, а какие у нас города футбольные вообще в России. Ну, сейчас взять Краснодар, пускай. Да, великолепная академия. Все. И раньше была Академия Коноплева. Мы туда приезжали с такими глазами. Для нас это был вообще, на самом деле, другой мир. Туда хотел попасть каждый. В принципе, сейчас есть пару академий. Это команды премьер-лиги. Я не беру команды Санкт-Петербург, Казань и Москва. Но это другой уровень. И Краснодар, это другой уровень. Остальные города, какие там академии? Для Ижевска, на самом деле, много кто спрашивает. И много ребят, которые сейчас именно в школе футбола в Ижевске учатся, они чуть-чуть не понимают такой вещи, что для них там созданы очень хорошие условия. Есть школа, именно футбольная школа, где учатся, условно говоря, 200 детей. От четвертого до одиннадцатого класса. Есть футбольная база, где также иногородние дети приезжают и учатся. То есть с утра учебные занятия, между уроками тренировка. Потом учебные занятия продолжаются. В конце дня они заканчиваются, снова тренировка. В принципе, там для развития созданы все условия. А поле? Три футбольных поля. Чтобы все понимали, вся футбольная, если так называть, академия, награждена забором. Туда посторонние люди никак не зайдут. Но, в принципе, если вот так брать, откуда вообще появляются в России футболисты, не каждый может таким похвастаться. И многие дети, которые сейчас там занимаются, в Ижевске, все мечтают уехать в раннем возрасте, в Москву. Я не спорю, я тоже мечтал, но, наверное, очень благодарен судьбе, что в итоге я закончил школу именно там, что я рано не уехал в Москву или еще в другой город, потому что детей, многих детей это портит. Даже в столь раннем возрасте? Да, да, да. Не даже, а намного чаще в столь раннем возрасте, потому что дети уже думают, раз они попали в такую команду, они обязательно окажутся на вершине и обязательно будут играть в премьер-лиге и еще где-то. Вот. Мне, наверное, в каком-то плане повезло. Хотя я всегда думал до выпуска, что это очень плохо, что я никуда не уехал, что карьера может просто разрушиться. Да, когда есть на самом деле интерес и есть рядом человек, который тебе всегда будет говорить, как правильно нужно делать, тогда можно ехать в большой клуб, и когда в тебе на самом деле очень сильно заинтересованы, да. Но, в принципе, я всем желаю и там заканчивать школу, потому что сейчас там сделан, насколько я знаю, акцент на молодежь. Там молодежи дается очень много шансов. В принципе, для спортсмена, для футболиста возраст там 17 лет, там 17-18 лет. Начать с такой ступеньки, как вторая лига, это очень неплохо. Это очень неплохо. То есть там действительно работает вертикаль, когда люди из академии попадают в команду Ижевска второго дивизиона. Сначала из младших возрастов дети попадают в дублирующую команду. Оттуда уже могут попасть в основную команду. Но, в принципе, как это... То есть у команды второго дивизиона есть еще и дубль? Есть дубль. Но это редко сейчас просто. Я надеюсь, что в моем интервью кто-то увидит. И на самом деле, в своем опыте, я могу сказать, что именно в Ижевске созданы очень хорошие условия для развития юношеского футбола. Мне почему-то всегда казалось, что Ижевск, ну, такой максимально город пацанов. Да я бы не сказал. Нет? Люки не воровали? Да люки везде. И в Москве воруют. Да нет, ну, не город пацанов, в принципе. Как и в любом российском городе хватает. И хороших ребят с мозгами, и не совсем. Какая была твоя уличная жизнь, скажем так? У меня уличной жизни просто никогда не было. Мне с детства повезло, что я, наверное, родители, бабушка с дедушкой, бабушки и дедушки за мной смотрели всегда. В принципе, я был под присмотром. И в раннем возрасте вообще попал в футбольную школу. И именно еще вот это, что с утра до вечера ты находишься под присмотром тренеров, учителей, что у тебя нет свободного времени где-то ходить и в каких-то мероприятиях непонятных участвовать. Такого не было. Я уверен, что под нашим видео на ютубе будут какие-то комментарии от кого-то из болельщиков, мол, вот Медведев, он не играет, что он вообще делает, типа интервью дает. Вот насколько ты готов вот к такому хейту? Ну, во-первых, комментарии я никогда не читаю, если там, наверное, многие знают, что из социальных сетей, я есть только ВКонтакте, и то я там просто читаю новости, захожу в группу Локомотива, что-то смотрю. Вот. Больше меня нигде нету. Раньше жена, ну, жена есть в Инстаграме, она читала новости, она переживала. Также мама, папа, они переживают за комментарии, что кто-то критикует. Я никогда этого не делал. Просто на самом деле можно сойти с ума с ним, обращать на это внимание. Просто очень много людей, которые негативно относятся. И, в принципе, мы живем в такой стране, в которой, в принципе, я думаю, что больше половины населения вообще к футболистам относится негативно. И, наверное, к спортсменам, которые зарабатывают большие деньги. Это нормально, когда люди в провинциальных городах зарабатывают 15-20 тысяч рублей, что для меня непонятно. На самом деле обидно за народ. Они от злости, конечно, будут критиковать. Да, конечно, вот сейчас тоже народ может сказать, что ты не играя зарабатываешь такие деньги. Я для этого что-то сделал, я попал в премьер-лигу. Я, можно сказать, многим доказал, что я что-то могу. И я заработал эти деньги. Я заработал. Ты не играешь, но ты только рад был бы играть. Конечно, конечно. Я только рад играть, я только рад приносить пользу локомотиву. Но так как сейчас складывается, пока я не играю. Но я также прихожу каждый день на тренировки. Также работаю на 100%. Я также не застрахован от травм. Я получил травму вообще на сборе летом в Австрии. А в итоге с этой травмой мучился и тренировался полгода до зимы. Потому что я ждал своего шанса. И я понимал, а вдруг выпадет шанс, я же могу. Ну да, чуть-чуть побаливает, да, дискомфорт есть. А вдруг я сейчас поеду прооперируюсь или еще что-то сделаю. Вот дам паузу, месяц. А вдруг шанс выпадет, а меня нет. Я тогда себя бы на самом деле очень корил за это. И когда я уже получил травму, да, у меня разрыв мениска был. И чуть там частично боковая. Но эта уже травма случилась там, грубо говоря, в декабре. Условно говоря. Я тогда уже понял, что уже все, ну уже деваться некуда. Уже нужно ехать делать операцию. И как раз так получилось, что я сделал операцию там перед концом, перед зимней паузой. И на отдых мы никуда не летали с семьей. Мы были в Москве. Я восстанавливался после травмы. Я каждый день, я каждый день был в Баковке. Вот. Жена это вообще спокойно восприняла. Она сразу сказала, нет, мы будем в Москве. Все. Мы посвятили этот отпуск моему восстановлению. Ты отыграл сразу три сезона в ПФЛ за Зенит и Жевск. Три неполных сезона. Три неполных сезона. Вспомни какую-то самую лютую дичь о Матери. Матчик ПФЛ. Вот Антон Коченков вспоминал, как однажды около углового флажка там медведь в клетке находился и рычал на всех подающих. Что ты встречал веселого? Ну, такого веселого, таких историй, как у Антона, не было. Были ужасные поля только. Единственное, один раз играли в Ульяновске или даже не раз. Ну, как в бассейне играли. Мяч невозможно было по полю вести, но настолько был сильный дождь, что нельзя в таких условиях проводить матчи. Нельзя на самом деле. Каких-то таких историй нет. Ну, каждый выезд, каждый выезд, это далекий выезд. Вот единственная, вот это, наверное, веселая история, как вообще преодолевать такие расстояния. Я даже себя поймал на мысли, когда уже играл в Ростове. У нас были выезды на автобусе в Краснодар. И там сидишь три часа, едешь, думаешь, уже не можешь. Как три часа на автобусе потом понимаешь, что ты раньше по 20 часов на автобусе ездил, и ничего в этом страшного не было. Насколько вот ты серьезно верил в то, что кто-то вообще это смотрит, включая селекционеров, что тебя вот реально могут заметить? Вообще, когда я отыграл первый сезон, со мной связался человек. Это мой нынешний агент. Я бы сказал, сейчас уже не агент, а мой друг Андрей Талаев. Сразу же мне сказал, я могу устроить просмотр в любой команде премьер-лиги. Если ты готов, мы это сделаем. Он мне дал пять вариантов команд, где были московские гранды. Я понимал, что туда мне ехать очень рано. И в этом списке был арсенал Тула, когда они только вышли в премьер-лигу. Я согласился съездить туда на просмотр, когда еще играл Филимонов там. И он же был тренером лотарей. Я там пробыл где-то дней пять. Я тренировался, Филимонов хотел меня забрать, но тогда это не получилось. Они не могли платить за игроков деньги, а так как я воспитанник кежевского футбола, за меня в любом случае нужно было платить деньги. И тем более я еще должен был один сезон играть. По контракту? По лимиту. У меня как раз-таки контракт закончился. Но за меня все равно нужно было платить деньги. А нет, а Бандову у меня еще год контракта оставался. Но там суть в том, что если бы даже он закончился, деньги все равно пришлось бы платить так, как я считаюсь местным воспитанником. Извините, секунду перебью. Просто недавно Женя Савин в своем блоге «Красава» поднимал этот вопрос, что это несколько стопорит потенциальные карьеры футболистов. Согласен? В моем понятии вот как. Если футболист, грубо говоря, переходит из команды второй лиги во вторую лигу, ну смысл тогда там с команды просить какие-то деньги? Вы находитесь на одном уровне, все понимают, что вторая лига – это тяжелые финансовые затраты. Да вообще сейчас любой спорт – это большие затраты. Но когда вы играете в одном дивизионе, ну все должны понимать, все должны понимать. Если для вас этот игрок не интересен, почему ему не пойти в другую команду, если его приглашают, за бесплатно играть там, чтобы вдруг у него там получится, чтобы вы им потом гордились. Ну а соответственно, если игрок переходит в команду первой лиги или премьер-лиги, я считаю, что клубы должны платить деньги, потому что академии, спортивные школы, они воспитывали этих ребят, они одевали, кормили, поели, возили на турниры, ну как это было в мою молодость. То есть я считаю, да, должны платить деньги. А в Европе же, допустим, в той же Голландии растят футболистов для чего? Для того, чтобы их продать, для того, чтобы клуб за это заработал денег, для того, чтобы клуб вообще существовал. В принципе, на этом их футбол и держится. Они воспитывают футболистов, потом их продают. И никто об этом не стесняется говорить, это оно так и есть. А почему же у нас не может быть такой системы? Согласен полностью. Возвращаемся к Арсеналу. Значит, прошел просмотр, но их не было. Да, не получилось, не получилось. И еще два года отыграл в Ижевске. То есть ты мог гораздо раньше уходить из Ижевска? Ну, мог, да, уйти гораздо раньше, но никто не знает, к чему бы это привело. Получилось так, как получилось. Ну, мне кажется, тяжело продолжать играть в ПФЛ и продолжать верить в себя, в то, что тебя увидят. Тяжело было очень играть не второй сезон, а именно третий. Когда я очень мало играл, вот тогда было тяжеловато. Почему мало играл? Пришел другой вратарь, тренер вратарей поменялся, которому очень Касимов Тимур Афикович, которому очень благодарен, который ко мне подошел. Когда он пришел, он пришел именно с вратарем, которого он знает, но он мне сказал, что он хочет со мной поработать хотя бы полгода. Я помню наш разговор, он меня, можно сказать, попросил. Я искал многие варианты, чтобы именно уйти из команды. Но и не получалось, и он сам меня попросил, давай поработаем полгода, и если у тебя будут варианты зимой, я тебя в любом случае отпущу и сделаю все для того, чтобы ты ушел на повышение. И так оно получилось. Я за эти полгода очень с ним добавил, за что я ему очень благодарен. Почему ты тогда мало играл? Честно говоря, до этого сезона я отыграл весь сезон не очень удачным образом. И у тренера были все основания, в принципе, убрать меня из состава. Первую половину, первую часть, наверное, первого круга я вообще не играл. Потом начался Кубок России. За какое-то время я с этим тренером, с Тимуром Рафикемичем, добавил и стали давать сыграть Кубок. Так мы вообще попали на Премьер-лигу, на Краснодар. Я не скажу, что Краснодар был толчок для того, чтобы меня увидели, меня заметили. Нет, это я знаю, было гораздо раньше. Ну, получилось так. Как возник вариант с Ростовом и с Кафановым? С Кафановым мы вообще начали общаться с лета того сезона, когда, я говорю, выступил не очень удачный чемпионат. Именно летом после этого чемпионата Виталий Витальевич меня первый раз набрал, мы с ним поговорили. Он хотел меня пригласить уже летом на просмотр. Когда они только пришли в Ростов, они-то не были до этого в Ростове, но у них была очень тяжелая финансовая ситуация. Там, я знаю, на сборы поехало 8 или 9 человек вообще. И тогда не получилось. Но он мне все объяснил и сказал, что если они останутся в команде, именно тренерский состав, что я приеду зимой, меня вызовут зимой. Так получилось. Ты сказал, что после перехода в Ростов ты осознал, что до этого ты вообще тактику футбольную не понимал. Да, да. Настолько. Настолько, да. Именно настолько. Именно не только тактику в разборах игр с Курбан Бекевичем и тактику в разборах вратарских. Я не знал до этого, где вратарь должен располагаться. А если взять, допустим, и поставить мяч вот на флепчарте в любую точку поля, ты должен знать, где ты должен находиться в этот момент. И должен знать, как должна вся команда располагаться. Потому что от вратаря идет весь подсказ. То есть, даже не будучи, не знаю, Мануэлем Нойровым, вратарю необходимо вот так активно перемещаться. Обязательно. Обязательно. Хорошо. Тактическая составляющая. Да. Но, наверное, все-таки ты согласишься, что у вратаря это не самый важный критерий оценки. Да. А есть более важные. Не знаю, игра на линии, выходы, позиция. Вот расскажи об этом. И в чем именно ты спрогрессировал вместе с Кафановым? Я не скажу, что я сильнее прыгать стал или еще что-то. И Виталий всегда так говорил. Нет. Это я просто поменялся ментально, наверное. И больше стоял именно думать головой. На самом деле можно, я не скажу, что меньше тренироваться. Можно в тренировочном процессе делать гораздо меньше подходов упражнений. Но при этом думать, что ты делаешь и что ты делаешь не так. Или когда ты делаешь так и запоминать это. Нежели тренироваться 3 часа по 3-4 часа в день. И не думать об этом, и тогда ничего не получится. И стал очень много моментов обращать именно на мелочи. А как оказалось, мелочей не бывает в футболе. Сухая серия твоя. Сколько она? 1034 минуты или 989 минуты? Везде по-разному пишут. Я не знаю, сколько она. Я не хочу об этом говорить. Потому что много задают людей вопросов по поводу этого. Ну, я всегда говорю, это заслуга всей команды. Хотя многие об этом говорят так, что упрекая меня в этом. Но для меня это тоже непонятно. Все говорят, да, это заслуга всей команды. Я же не отрицаю этого правильно. Да, была прекрасная оборона. Все замечательно. Это рекорд всей нашей команды. Все на этом. На этом, в принципе, разговор закрыт. А люди, которые говорят, что оборона, не оборона, как будто упрек мне. Но это, мне кажется, просто зависть людей. Ну, пожалуйста, пускай так думают. То есть ты где-то стал заложником этого рекорда? Да нет, не сказать, что заложником. Это останется в истории. Это, конечно, всегда приятно. Но я не буду отрицать никогда, если завтра любой другой вратарь побьет этот рекорд. Только рад буду за него. Ну, на самом деле, буду рад. А Нигматуллин, кстати, не был рад, насколько мне известно. Ну... Ты знаешь что-то об этом? Ну, конечно, знаю. Но это его проблема, рад он или не рад. Я сделал определенные выводы вообще по нему. Расскажи. Потому что ты же болел вообще за локомотив, когда Нигматуллин защищал его ворота. Я болел за локомотив в года Овчинникова. Наверное, когда Нигматуллин был, я совсем маленьким еще был. Нет, я в принципе, если честно сказать, всегда для меня идеалом был Овчинников, босс. Я вот со времен, наверное, всего локомотива выделить два вратаря могу. Его и Гильерми. Когда я еще совсем тоже был школьником, начал играть Гильерми. Для меня он был эталоном игры вратаря для локомотива. Нигматуллин, если честно, на мой взгляд, на мою память, я почему-то не помню. Ну да, он говорят, что хорошо играл за локомотив, за сборную. Молодец. Но больше я сказать ничего не могу. Почему он так ревностно относился, как думает? Ну, такой человек. Ну, почему? Ну, значит, он так переживает за это. Значит, он хотел, чтобы он именно в истории на первом месте остался. Но никогда так не бывает, что рекорды всегда бьются. К этому надо спокойно относиться. Я слышал одну историю, что он обещал футболистам Амкара ужин, если бы они сумели твои ворота распечатать. Они не забили. Слышал ли ты эту историю? Ну, конечно, конечно, слышал. Ну, нет. В принципе, вопросов нет. Но он такой человек. Хорошо. Вопрос тогда следующий. На какой минуте ты стал понимать, что... Опа, я на рекорд иду. На 77-й. Когда понял, когда трибуны захлопали, это всегда будет в моей памяти. Был такой момент, ну, вы, наверное, все знаете, все знают Курбан Бекеича, что, в принципе, если даже у тебя есть эмоции, ты их... Ну, лучше не показывать их. Но сейчас уже могу рассказать, когда была 77-я минута матча, и уже болельщики кричали мою фамилию и хлопали. Курбан Бекеич при этом, он же сидел в ложе, а не на скамейке. Я повернул голову, и он смотрит на меня. Как я на это отреагирую? Я просто стоял, и я хотел поднять руки, похлопать болельщикам, чтобы на самом деле успокоились. И все, конечно, это приятно, это... Ну, на всю жизнь будет в моей памяти. Я начал хлопать, команду подбадривать, руки не вверх, а вот внизу. И болельщики подумали, что это им, но это им было адресовано. И получилось, что я все сделал хорошо, и Курбан Бекеич меня не стал ругать. И для болельщиков. А так бы отругал? Ну, не отругал, но сделал бы замечание. Слушай, Бердыев, насколько я знаю, вообще футболистам в команде запрещают интервью давать, быть открытыми. Да, это... И на мой взгляд, это правильно. Я понял, почему это правильно. Почему? Потому что мне, человеку, медиа это не понять. Понимаешь, для меня это, во-первых, сейчас настолько вот это медиапространство открыто. И настолько такой народ пошел, да, что лучше промолчать, даже когда ты на высоте, нежели что-то об этом говорить. Потому что, ну, мы в России живем. Сегодня тебя на руках носят, а завтра будут говорить все, какой ты плохой. Это ни для кого не секрет. Это ни для кого не секрет. Вот, допустим, сегодня я даю интервью для ЛОКО ТВ. Да, это наш клуб. Здесь я могу дать интервью раз в год. Тем более открытое, широкое интервью. Ну, может быть, кому-то это будет интересно послушать меня. А для других, в принципе, изданий, для меня это неинтересно. Вот, ну, просто сделаю пример. Когда я играл в Ростове, да, стал играть, я был интересен всем. Всем абсолютно. Все хотели интервью взять. Когда я не стал играть в ЛОКОМОТИВе, полгода, год прошел. Ну, я был неинтересен всем уже. И это настолько неприятно. Ты понимаешь, что, в принципе, ты интересен людям только когда, когда ты востребован. И, по сути, люди берут у тебя интервью для того, чтобы они за это зарабатывают деньги. Не из-за того, что им это интересно. Вот тоже репортеры, да, вот, допустим. Они это для работы делают. Моя работа – играть в футбол, а не разговаривать. Мне кажется, все вместе все-таки. Ну, для современного футболиста... Есть же какой-то твой имидж. Наверное, да. Но так как, я думаю, лучше все равно молчать. Та команда, которая не смогла отобраться в Еврокубке на будущий год, и, ну, и, по сути, все. В Ростове эта команда закончила свое существование. Многие ушли в Рубин. Тебя, Кафанов, и Берды, звали в Рубин или нет? Да. Но не получилось. Сразу же скажу, у меня были предложения и от Локомотива, и от Рубина. Но от Рубина у меня не было конкретного предложения. Вот. Понимаешь, тут, с одной стороны, мечта с детства. Играть в Локомотиве, а с другой стороны, именно тот тренерский штаб, который из тебя сделал что-то. На данный момент, конечно, сыграл совсем ничего, но я уже был известен для российской премьер-лиги и в Европе. Хотя бы чуть-чуть. И тут такое было двоякое чувство. Я ждал, да, ждал предложения Рубина и с Виталием Витальевичем постоянно мы созванивались. Но получилось, что в итоге, посоветовавшись с ним, я выбрал Локомотив. И нисколько не жалею. Это на самом деле была моя мечта с детства. Не жалеешь, не играя. Может быть, в Рубине было бы все иначе. Я не хочу думать о том, как было бы. Я хочу только думать, как оно есть сейчас. Да, сейчас. Но не могут не посещать мысли. Ты не можешь не думать об этом, не рефлексировать. Как мне кажется. Ну, а если думать, вот был бы в Рубине, а сейчас Виталий Витальевич ушел. Обратно в Ростов. А сейчас Аслан Жаная в чемпионате Польши играет. Почему вопрос? Почему? Не знаю. А где бы я был тогда? Ну, никто не может сказать, что было бы. И об этом думать, ну, не совсем охота. Многие говорят, надо было остаться в Ростове. Но никто же не дает гарантии, чтобы я играл в Ростове. Не дай бог, если бы какая-нибудь травма не случилась. Да, сейчас один, наверное, из самых тяжелых моментов в моей карьере. Но его это надо пройти. Ничего страшного в этом нет. Можешь сравнить, пожалуйста, Бердуева и Семина? Юрий Павлович, я скажу, он такой очень сильный мотиватор, на мой взгляд. Очень сильно мотивирует команду. Свои у него тактические размышления. В корне отличающие от размышлений у Курбана Бекеича. Когда я пришел в Локомотив, все было совсем иначе. Все было по-другому. И, как оказалось, это дает плоды. Мы стали чемпионами. Сравнивка Фанова и Зору Залимыча Хапова. Сейчас такой моментик. Если говорить о Залимыче, это тоже совсем другой тренер. Когда я пришел, конечно, тренировки тоже отличались. Залимыч начнем с того, что он легенда. Легенда российского футбола. Легендарный вратарь. Когда мы только познакомились, тренировки в корне изменялись. Изменялись, нежели у Виталича. Но с Залимычем мы можем обсуждать, какие хотите тренировки, что нужно добавить. Я многое просил, чтобы добавили в тренировки. Для меня именно нужно, чтобы со мной много разговаривали. Когда со мной разговаривает тренер, я понимаю, что я ему не безразличен. Для меня именно нужно, чтобы разговаривали именно о футболе. О каких-то моментах. И за это тоже Залимычу большое спасибо. В мой сейчас тяжелый момент в команде. Он очень меня поддерживает. Много со мной разговаривает на разные темы. Я всегда говорю и при нем, что из меня сделал, можно сказать, вратаря. Вратаря сейчас, наверное, громко сказано. Мне еще многому предстоит научиться. И вообще большой путь впереди. Но вообще на начальной стадии самое важное мне дал Кафанов. Вообще во взрослом футболе, в премьер-лиге. И для меня он лучший и всегда лучшим останется. Навсегда. И Залимыч это прекрасно знает. Я многое просил добавить из тренировок Виталича. Что он сделал. Они встречаются на семинарах. О многом разговаривают. И он тоже много информации берет. И превозносит в наши тренировки. И считаю, что тут ничего обидного ни для кого нет. Ведь если скажет Залимыч, что для него лучший вратарь Гильерми, но тут никаких обид не может быть. Это мнение каждого. И это нормально. Но Кафан – это твой футбольный отец. Да, да, да. И навсегда им останется. Какая самая большая покупка, самая большая трата, которую ты сделал, вот уже начав хорошо зарабатывать? Это только я купил машину себе и жене. Подарил машину на рождение дочери. То есть в Москве квартиру снимаю? Да, снимаю. А самая необдуманная трата какая? Необдуманная. Помимо кроссовок. Да я бы не сказал, что есть необдуманные траты вообще, если брать. Ну, наверное, с приходом все равно, так скажем, хороших денег, все равно стал чуть лучше одеваться, стал чуть лучше одевать семью. Это нормальные. Это нормальные потребности. Это нормальные потребности. Но таких необдуманных решений никогда пока что не было. Просто тот же Игорь Денисов, да и многие, кстати говоря, из того Зенита вспоминают, что когда пришли деньги, то они сливались моментально. То есть абсолютно моментально. И действительно, для молодых футболистов это тяжелый самоконтроль. Нет, я на самом деле обдумывал. Я очень счастлив, что у меня есть семья, у меня есть жена, у меня есть ребенок. Потому что на самом деле я понимаю, не то чтобы понимаю, я смотрю на примеры футболистов, которые были раньше, которые даже есть сейчас, которые тратят свои деньги необдуманно на машины, еще на что-то, на роскошь. Тридцатые часы? Да, да, да. И на самом деле я просто всегда задумываюсь, нужна ли мне эта вещь. Вот допустим, я давно хочу поменять машину, но я понимаю, что мне это не нужно. Вот для чего мне это? Я всегда задумываюсь, куда, допустим, можно было бы либо вложить деньги, либо купить недвижимость. Я мечтаю купить дом в Москве. Это моя мечта. В Подмосковье купить дом. Но я к этой мечте иду. У нас разговор уже с тобой долгий, но мы так о локомотиве, по сути, не поговорили. Ты согласен с тем, что в локомотиве ты сейчас номер три? Ну, нет такого. Вы тоже рассуждаете. Номер три. Есть номер один. Может в команде быть 10 вратарей. И что считать, кто первый, кто десятый? Есть номер один и все. Есть еще Кубок России, и тут определяется номер два. В этом году выступал Антон. Всем ему, и я, и Гильерме, пожелали удачи перед игрой. Все у нас хорошо. У нас есть конкуренция, здоровая конкуренция, но за пределами поля мы хорошо общаемся. Я не скажу, что мы близкие друзья, но у нас всегда здорово общение. Никаких, никогда нету каких-то подпольных вещей, что мы про друг друга что-то можем за спиной сказать. Нет, этого нет. А встречал вообще такое по ходу в футбольной карьере? На самом деле, мне вот повезло. Всегда в командах я встречался с вратарями и попадал в хороший вратарский коллектив. Но об этом много, на самом деле, очень слышал, когда вратарский коллектив нездоровый. Но тут тоже все идет, я считаю, от тренера, именно тренер вратарей. Заур Залимович, будучи настолько душевным человеком... Да, да, да. С ним, мне кажется, невозможно. Невозможно. Он прекрасный человек. С ним всегда приятно поговорить не только о футболе, а вообще на разные темы. И с ним, на самом деле, он сделал вратарский коллектив очень дружным. А переходя к той теме, второй, третий, четвертый, пятый вратарь, я еще раз повторюсь, для меня нет третьего. Второго есть только первый. К этой цели я иду. Да, сегодня я не играю. Но завтра же может выпасть шанс, и ты должен этим воспользоваться и готов быть. Год этот, который... Вот произошли такие события, что у меня не получилось с первого раза встать в вороты, и все в локомотиве пошло гладко. Первый раз это что? Вот смотри, ты играл с крыльями в кубке, вышел шерифом. Да. И после этого... Это называется полноценный шанс? Ну, я скажу, что да. На тот момент, видимо, я был не готов. Ты не использовал его? Да. Да. Ты долго пересматривал пропущенные мячи в тех матчах? Вообще не пересматривал. А как же, не знаю, проанализировать? Ну, я и так все помню. После тех матчей был очень, очень тяжелый период, про который я уже забыл. И вспоминать не хочу. Жена помогала? Жена... Ну, вот возвращаясь к той теме, почему я не люблю давать интервью, тогда, можно сказать, от меня отвернулись все. Остались только родные и близкие, моя жена, мой агент, мои самые близкие друзья. Именно в плане футбольном, да, это был самый сложный момент. Ты его перешагнул? Сейчас, именно сейчас, да. За счет чего ты это сделал? Потому что ты же, ты же не стал играть, да, и вот все. А как? Ну, просто прошло время. Я считаю, прошло время, и за счет этого времени я понял тогда, что, еще раз повторюсь, что никаких обид не должно быть, из кого-то делать виноватого не нужно, виноват только я один. Я понял, что если, в принципе, дальше так продолжать об этом думать, ну, можно себя вообще загнать, и будет очень вообще тяжело из этой ямы вылезти. вот, и Заур Залимыч тогда подходил, много со мной разговаривал, за что я ему большое спасибо. Он меня всегда, он меня вообще всегда много поддерживает. Он всегда мне говорит, что у тебя будет шанс, жди, жди, тренируйся, жди, ни на что не обращай внимания. Вот, за это я его очень сильно люблю. Он всегда поддерживает, всегда рядом. Какой ты на данный момент видишь свою карьеру в будущем? Начиная с завтрашнего дня? Именно с завтрашнего, как так же продолжать работать. Мечтаю играть, мечтаю играть в сборной. Мечтаю играть в локомотиве. Успехов. Все? Да. Спасибо.